Особое мнение на 101FM Это появление нового предприятия в Мородыково Перепрофилирование старого Теперь вместо химоружия будут уничтожать отходы 1-2 классов опасности в Мородыково после 2023 года Нам власти говорят, что там будет утилизация, а не захоронение Что это отходы опасные, но не радиоактивные Вы чего конкретно опасаетесь? Ну ведь начнут, Мария, с того, что митинг не только этой проблеме был посвящен Он был посвящен так называемым реформам, мусорной реформе Реформе пенсионной, которая задела практически все население страны И в том числе Кировскую область, и в том числе мусорная реформа И плюс вот этот объект Естественно, я сразу хочу пояснить по данному объекту В общем-то, занимающийся этим вопросом До митинга занимался этим вопросом В ближайшее время выйду на этот объект Но переработка, конечно, средства массовой информации Те, которые, в общем-то, сегодня есть Они должны до населения довести ту информацию Которая, в общем-то, предписывается Я бы так сказал, по тому постановлению правительства Подписанное господином Медведевым Но это упущение пресс-службы правительства Кировской области С моей точки зрения С учетом того, что сейчас выясняются определенные вопросы Которые, в принципе, не такие опасные Которые, так сказать, рисует нам общественность И со слухов доносятся, так сказать, до широких слоев населения Неинформированность Это первое Второе Насколько мне сегодня известно Там будет переработка, например, отходов радиаторного масла То есть вот есть радиаторы Те, которые это самое масло веретенное, так называемое Его, чтобы не утилизировать, его будут перерабатывать Ну вот возможно, но они нам обещают, что не будет радиоактивного Там ничего и будет контроль Безусловно Ведь, ну, как власть должна отработать эти вопросы Она должна собрать общественность Во всяком случае политические партии Общественные организации Довести до широкой общественности Так сказать, то, те хотелки, которые, в общем-то, будут на данном объекте производиться То есть волнение, в первую очередь, на ваш взгляд, потому что люди не понимают Безусловно О чем идет речь Если все объяснят, не будет митингов, не будет... Нет, ну почему? Надо посмотреть документы Не просто на слово поверить А чтобы документы были Чтобы специалисты сегодня, так сказать, объяснили населению Что от этого, так сказать, будет для населения вред или будет польза Вот Поэтому, естественно, население сегодня, так сказать, недоумевает Снова переработка, снова, так сказать, определенные заболевания и так далее Ведь у нас захоронений очень много на территории Кировской области Об этом я не могу сегодня это самое широко говорить Потому что и они бесхозные порой находятся И они дают нам такой фон, который, по сути дела, увеличивает раковые заболевания в разы на территории Кировской области Сегодня у нас была новость, опять же, что не о захоронении речь, а об утилизации Я понимаю, вот именно, по утилизации Ведь, а утилизация, она бывает разная, понимаете? Она бывает, эта утилизация, ну, например, если радиаторное масло будут, так сказать, перерабатывать Естественно, там продукты, переработки будут, они пойдут или же в производство Или, так сказать, на какие-то нужды данного, ну, широкого производства И данное производство, оно будет давать определенные, так сказать, благие дела Для, например, для промышленности, для сельскохозяйства Ведь это надо все объяснять, это надо доводить Это надо сегодня оперативно, если вы подписали документ Значит, вам все уже изложили Значит, вам научно сегодня обосновали Так надо довести до широкой общественности Конечно, люди возмущены А почему они возмущены? Яркий пример Включил как-то телевизор и смотрю По первому каналу идет эта бегущая строка Самое здоровое население Чеченской республики Самое больное в Кировской области Меня, конечно, это очень возмутило Естественно, я не говорю про медицину Которая сейчас, ну, более-менее начинает приобретать определенные требования Которые, в общем-то, поставлены и государством, и правительством Кировской области А больное вы имеете в виду о чем? Вот по раковым заболеваниям мы не входим в пятерку Ну, мы не входим в пятерку по раковым заболеваниям Но они у нас в разы практически, так сказать, выросли Они растут... По всей стране они растут Не только по всей стране Я имею в виду по всей стране, безусловно Но в первую очередь наша родная Кировская область Поэтому раковые заболевания увеличились Примерно где-то на 30% С моей точки зрения Поэтому, если взять прошлый год Ну, нынешний еще он только первого полугодия А вот по сравнению с прошлым годом То увеличение... Позапрошлым, вернее, годом и прошлого года То увеличение идет примерно где-то вот на такой процент А то, что касается сегодня данного вопроса Я своим избирателям обещаю Я туда выеду и эту тему, так сказать, подробно буду изучать И если что-то это не так и что-то, так сказать, сегодня будет противоречить здравому смыслу Естественно, у нас есть третья статья Конституции Российской Федерации Которая гласит, что основным источником власти на территории Российской Федерации является многонациональный народ Он осуществляет свою власть Вот именно митинг, это уже власть Понимаете? Нормативно-правовой документ на митинге До всех, кто нас слушает, хочу-то сказать еще раз пояснить На митинге принимается нормативно-правовой документ Он называется резолюция Эта резолюция обязательно для всех Для исполнительной власти, для законодательной и так далее Согласно основному закону Который называется Конституцией Российской Федерации И в ближайшее время Я также уже высказал предложение После окончания митинга Буквально сегодня Говорил с губернатором, что Мы выедем на данный объект Мы, так сказать, научно-обоснованно нам все расскажут Докажут И, как говорится, соберем общественность В том же Марадыковском Мы это кто? Кто? Я, губернатор и депутат И те, которые пожелают это делать Те политические партии, которые сегодня являются действительно партиями А не просто однодневками Я приглашаю И самостоятельно транслировать эту информацию Конечно И общественное объединение Та же общественная палата Которая, по сути дела Ее направленность именно для изучения того или иного вопроса И доводить до широкого круга общественности И второе С моей точки зрения Я сегодня сказал Игорю Владимировичу Что надо сегодня, чтобы средства массовой информации Очень оперативно работали в этом направлении То есть велась разъяснительная работа А не слухи и домыслы Должны быть на территории И также подчеркнул Так сказать В своей беседе Если взять сегодня районные газеты Кроме некрологов И кроме там где-то кто-то сплясал и спел Ничего там нет Почему сегодня нет того же Отчета губернатора в газетах Очень поздно Они могут появиться Поздно А уже отчет прошел Больше недели прошло Поэтому данный вопрос Он не риторический Очень сложный И я людей всегда поддерживал И поддерживать буду Но естественно данный вопрос надо изучить Конкретно И подробно И довести до широкой общественности Люди не понимают Люди выходят на митинги Вот я к сожалению не нашла Не нашла информации официальной Сколько было человек на этом митинге Там были сотни Ну спецы подсчитали Более полутора тысяч Полутора тысяч На основном Я хочу подчеркнуть Уважаемая Мария Там была молодежь Те люди которые Как говорится Приходили даже с детьми Молодые люди На руках Говорили И требовали Вот И тем не менее Ведь сегодня Очень много проблемных вопросов Не только в городе В целом В области В целом В стране В первую очередь Ну вот вы правы По поводу проблемных вопросов По поводу того Что молодежь вышла Это прекрасно Вот смотрите Это значит позиция уже Так сказать Не молодежи сегодня Терпение Прекратило быть Но тем не менее На день города На концерт Звезд эстрады Пришло 52 тысячи человек А вот на митинг Только полторы Это о чем говорит? Это говорит сегодня О Еще раз говорю О том Что сегодня Средства массовой информации Закрыты для Компартии Российской Федерации Если бы средства Массовой информации Так сказать Оповещали людей И люди приходили Мы бы многие вопросы Снимали И решали их Как говорится Коллективно А тогда Когда был день города Естественно Широкая реклама Все средства массовой информации Были подключены Подождите Мы писали Во-первых Во-вторых Вы писали Я про вас ничего не говорю И другие писали Писали и о концертах И о том Что будут митинги Вот это Это однозначно Но вы писали И не только мы Я же отслеживаю Другие СМИ Нет Другие СМИ Как говорится Тоже писали Писали мы И вышли в социальные сети За счет этого Люди пришли А многие не информировали Не поступило Более тысячи звонков Почему же Сергей Павлович Вы не можете Проинформировать людей Когда будет митинг Мы готовы Сегодня прийти То есть На ваш взгляд Проблема лишь в том Что люди не знали Безусловно Безусловно А то что касается Сегодня сравнивать Общественно Так сказать Резонансный вопрос И допустим Развлекательное мероприятие Это две противоположные Так сказать Стороны Людям тоже надо отдыхать Понимаете Они пришли Посмотрели на этих звезд Получили определенное удовлетворение А здесь естественно Они Так сказать Озабочены теми проблемами Которые есть Вот Еще раз подчеркиваю Если бы были Средства массовой информации То вышло бы 52 тысячи человек Вышло Свободно Вы, дед Поверьте мне В ближайшее время Я вам назову Пример Одиннадцатого года Когда вот эта Театральная площадь Была полной И когда пришла молодежь После выборов Четвертого декабря Одиннадцатого Одиннадцатого года Посмотрите хронику Когда Белых Звонил мне Пятнадцать раз И просил Так сказать Выйти И Переговорить С этим народом Тот который вышел Я вышел Пятнадцать раз Позвонил Я говорю Ты ж накосячил Иди И рассказывай Ты власть Вот И сегодня Я в прямой эфир Это говорю То Давайте напомним Что там был Тот момент Который Момент Вернее Тот Который был Вот Полная площадь Что там было Давайте напомним Решили те вопросы Которые Были поставлены Очень остро Решили И тот же Белых И исполнительная власть Эти вопросы В лед Отработала Было такое Какие вопросы Стояли Тоже вопросы Социального характера Были По транспорту По Тарифам И так далее Много было вопросов Мы заморозили Некоторые Так сказать Моменты По тарифной политике Нам это сделать удалось С учетом Этого мероприятия Поэтому Это не Пустой звук Это сегодня Коллективный разум И я всегда Так сказать Везде Говорю А люди Объединяйтесь Проблем В стране много Страна Идет Как говорится Катится В пропасть По сути дела Идет вымирание И так далее У нас передача Называется Точка зрения А у меня есть цифры Я так сказать Ими цифрами Могу апеллировать У нас только нищих На территории Кировской области Более 300 тысяч Нищих Кто об этом Где говорит Ваша передача Вот вы сегодня Вам спасибо огромное Мария Пригласили Я довожу До широкой общественности Надо Эти вопросы Сегодня решать И решать их Немедленно Комплексом У нас стратегии Развития Кировской области Хотя бы На ближайшую перспективу Согласно Федерального закона О стратегическом Планировании Нет Она у нас готовится Сейчас И еще у нас Перерыв сейчас После него Вернемся в студию Продолжается программа Особое мнение Сегодня его высказывает Первый секретарь Кировского обкома КПРФ Депутат областного Заксобрания Сергей Мамаев Сергей Павлович Мы можем сейчас Что-то просить Нам могут что-то дать Из аргументов И я тут С ним Так сказать Соглашаюсь Дело в том Что сегодня Каждый руководитель Он не должен Выторговывать Он должен рассчитывать И должен требовать Как говорится Решение того или иного вопроса Допустим От федеральной Что мы можем Потребовать В данном случае Мы полную газификацию Хотя сейчас уже Губернатор в этом вопросе Начал очень активно Работать По газификации Кировской области И в своем отчете Он Так сказать Сказал Перспективы Развития газификации На территории Кировской области Тем не менее Миллер приезжал Часто Подписано Ряд документов То есть на ваш взгляд Благодаря этому Заботу Можно газифицировать Безусловно Но каждый чиновник И особенности Так сказать Начиная с Председателя правительства И его заместителей Он должен работать С профильными Министерствами В режиме Олайн И ездить Требовать Рассчитывать Просить И работать На созидание Ну вот для этого У нас губернатор Сейчас Поставил Своего заместителя Губернатор Это высшее Должностное лицо И он Как говорится Один не может Эти вопросы решать Если не решает Его команда Потому что он Не вездесущий И не может Так сказать Сегодня По тому или иному вопросу Должен министр Предлагать Вот этот вопрос Надо решить Я его проработал Я съездил Министерство Я сегодня Так сказать Не могу его решить Игорь Владимирович Подключайтесь То есть Одних поездок Губернатора Мало в Москву Безусловно Министров Но если я могу Привести пример Того же Например Курдюма Он регулярно ездит Министерство здравоохранения Министерство образования То подвижки Сегодня по здравоохранению Ощутимые Вы это видите Правильно И так должны работать все Тогда будет Эта самая Работа на созидание Работа будет Так сказать Видна Исполнительной власти И меньше будет Претензий Со стороны Так сказать Населения Давайте Еще Немножко По поводу Высказывания Журавлева Он предложил Вот Кроме газификации Стритивства детсадов Еще международный Аэропорт у нас построить А я хочу вас спросить Хотя бы о том Что есть Пришел туда Новый руководитель Александр Фомин Знаете вы Его? Нет Нет Он бывший предприниматель И власти Видимо с его помощью Надеются на улучшение Ситуации в аэропорте В этом году Обещают туда 100 миллионов Влить Субсидий Вот вы как считаете Стоит Аэропорт Развивать Например Вот Денис Ерохин Безусловно Считает что нет Безусловно Надо развивать Все виды транспорта На территории Кировской области Любая территория Обязана это делать Это благо для народа То есть Вливание этих денег Это почему бы нет Вливание надо посмотреть Куда Там по сути дела Много денег Влито уже И аэропорт у нас По сравнению С другими аэропортами Он выглядит сегодня Очень прилично С учетом того Что мы принимаем Как говорится Мы можем принимать Тяжелые самолеты Транспортные Поэтому я считаю Что надо посмотреть Куда эти деньги Вливать Вот сейчас На ОЗС 30 миллионов Будете обсуждать Выделение аэропорта Будем обсуждать Вы поддерживаете Такие транши Я не могу Сегодня так сказать Потому что Данные вопросы Я еще не изучил Вот как я изучу Я знаю Что будет Перераспределение Спрошу На какие цели И почему И какой будет эффект Понимаете Тогда да Тогда буду Или поддержу Если это самое Они на эти вопросы Досконально не ответят Или же Буду против Этого дела А естественно Сегодня надо У нас же 8 районов Сегодня не имеет Даже автотранспортного сообщения Понимаете И Минтрансу В этом направлении Море работает Почему Так вот эти деньги Может быть туда нужно направить А не на аэропорт Дотацию Да Дотацию надо делать Сегодня Пассажирским перевозкам Именно автомобильным Внутри региона А мы не датируем Это очень плохо Если Помните При Белых был коллапс По железной дороге Перестали датировать Так сказать Пассажирские перевозки Был полный коллапс Митинги и так далее Мы этот вопрос решили Тогда Белых был вынужден Это само датировать И сегодня датируется Железная дорога А почему же мы Автотранспорт Так сказать Бросили на произвол Судьбы Это безопасность Это сегодня Как говорится Определенная мера Для жителей Которая необходима И она должна быть А она у нас исчезает Восемь районов Практически не имеет Транспортного сообщения С региональным центром Вот Поэтому Вот я так Поступлю На ближайшем заседании Законодательного собрания И спросите О других видах транспорта Если это будет Партия Это будет сделано Для блага населения Почему не поддержать А если это будет Снова Какие-то Так сказать Серые схемы И я буду против И не только буду против Семи фибрами И сей своей Так сказать Полномочиями Которые мне дал народ Я отработаю это дело В другом направлении К следующей теме Переходим Она снова касается Митингов и пикетов Памятник Сталину Хотят установить Коммунисты России Сделать это Хотят на частной территории Собирают деньги Для того Чтобы купить Клочок земли В Кирове Под монумент Который пока Установлен в зонихе Его хотят перевезти Сюда Многие кировчане Против Выходят на митинги На пикеты В частности Жертвы политической Репрессий Устраивают митинг Вот вы Как считаете Еще пример Просто приведу У нас вчера Эта тема Обсуждалась В эфире Я просто закончу Тема обсуждалась В эфире И Звонки поступают В студию Они очень противоречивые Давайте я коротко Вам отвечу Вот нам нужен Памятник Который Разобщает людей Он не разобщает Людей Во первых Во вторых Есть ли такая партия Коммунисты России Где эта партия Два-три человека Ходит Это по сути дела Как говорится Я такой партии не знаю Во первых Во вторых Но памятник Не подождите Памятник Памятник они временно поставили Это пиар Называется Так вы работаете По этому вопросу Допустим Мы еще два года назад Наша партийная организация Выходила с предложением Поставить памятник Сталину Это самое Собирается средство До сего времени Но комиссия По топонимии Тут начала Сказать Давать нам Отрицательные ответы Этот вопрос С повестки дня не снят А это Этой партии нет Я ее не знаю Если вы ее знаете В лице кого И где она сегодня работает И как она Осуществляет Вы наверное тоже знаете В Гордуме Их представитель есть Вот давайте Вот таким образом А памятник Сталина Он нужен И он будет Сегодня наша партия Устанавливает памятник К Демьянову Заказан бронзовый бюст Великому человеку Который по сути дела 30 лет Руководил государством Который оставил Вернее принял Сухой лопатой Оставил человека В космосе Выиграл Великую Отечественную войну Как говорится Сделал Индустриализацию Страна была Вторая в мире А была По многим показателям Первая в мире По развитию И так далее Поэтому мы не должны Забывать сегодня Историю А эти репрессии Там Жертвы И так далее Они при всех режимах Сегодня Есть И в то же время Это их право Говорить Но они тогда Не жили И не знают Что происходило Пусть историю Не обличает И изучает ее Почему на 37-й год Сегодня Обращают внимание Да потому что Если бы не было 37-го года Одным предложением Мария скажу Не выиграли бы мы войну Было Великое предательство Как только началась Великая Отечественная война Напомню всем Армия Власова Так называемая Русская Освободительная армия Воевала на стороне Гитлера Почти миллионная Историческая справка Есть Под каким флагом Она воевала Под триколором Но тем не менее Тем не менее Люди Высказываются против И получается Что вы их Не слышите 73% Населения Мария 73% Хочу вам сказать Люди Высказываются против 73% В источнике Посмотрите 73% Населения Города Поддерживает Установку памятника Где Что это за А он был здесь Надо посмотреть Где он стоит Это опрос Проходил Опрос общественного мнения То что есть люди Которые Это активно Вот на этом Хотят заработать Определенный Пиар Как говорят Сегодня в народе То это Грош цена им Это блошиная возня Называется На ваш взгляд Это пиар Безусловно Безусловно Такой знаете Это самый Блошиный Вот коммунисты России Не надо Мне эти коммунисты В России Это И нет этой партии Они тоже Высказываются Очень даже Жестко Называя Жалкой кучкой Маргиналов И либеральных Экстремистов Тех Кто выступает Против установки Памятника Вот вы считаете Это их мнение И мнение Сегодня не подвергаться Так сказать Сомнению Если оно подвергаться Сомнению То оно обсуждаться Оно обсуждаться Сегодня И я еще раз Вам хочу сказать Что 73% Граждан Города Кирова Поддержали Данную идею Какой опрос Вы мне так и не сказали Опрос В газете Посмотрите Источник новостей Был опубликован Про город А кто проводил Этот опрос Какой опрос Они проводили Эти СМИ СМИ Давайте далее Дальше Хочу обратиться К нашему сайту И зачитать вопросы Которые вам Прислали наши Слушатели Давайте на один И уходим на перерыв Строители нам пишут Зачем КПРФ Незаслуженно критикует Шульгина Я хочу полностью Прочитать Тут очень интересно То что мэр Купил официально За 9 миллионов рублей У компании Железнодом Говорит о высоком Качестве строительства Поэтому с Железной Заключают контракты На миллиарды рублей А господин Мамаев Хочет разрушить Эффективный союз Строителей И мэра Еще раз Повторю вопрос Зачем критиковать Эффективного управленца Такого как Шульгин В плане эффективного Так сказать Менеджера Давайте посмотрим На наш город Я буквально Две недели назад Проехал несколько регионов Даже элементарные вопросы Сегодня Тротуары Бордюры Хозяйство Городское Все в упадке Они ремонтируются Сейчас В федеральной программе Точная застройка Которую он снова подписал Какая Какой дом О чем Которую проводил Господин Быков Подписал сегодня Господин Шульгин О чем конкретно То о точной застройке Которая Какие дома О чем Я вам сейчас буду Перечислять все фирмы Те которые Сегодня ведут строительство Вы это прекрасно понимаете Что такое точная застройка Во-первых Во-вторых Шульгин Давайте Один Самый момент К примеру Мы сделали рейд С депутатом Гордумы По воротам Регионального центра Так называемым Это автовокзал И железнодорожный вокзал Посмотрите Маршевые Так сказать Эта самая Лестница Там люди ноги ломают Вы посмотрите Это же ворота Кировской области Зайдите Это самый Губернатор Лично выезжал На Горького Как говорится 46 напротив Автовокзала Смотрел там Как гуси плавают До сего времени Никто там не был Зачем сегодня Имущество муниципальное Отдают безвозмездно Безвозмездно Ну к примеру Приведу Транспортная прокуратура Занимает Огромное помещение И не может фасад здания Отремонтировать Напротив Автовокзала Вы посмотрите Какой упадок Он продолжает Ту же Эта самая Политику Которую Проводил Господин Быков Она привела Сегодня К определенной Стагнации На территории Города Кирова Я правильно Я не видел Ни одного Бордюра Побеленного И покрашенного Я не видел Сегодня Ни одной Так сказать Поливочной машины Которая бы После Зимы Смыла Промыла Асфальт Чтоб люди Не дышали Этими реагентами С пылью Сергей Павлович У нас перерыв И таких вопросов Море У нас перерыв Какой он Эффективный менеджер Если я правильно Поняла То ответ На этот вопрос Надо было И сегодня Заплатить налоги Там Правоохранительные Будут разбираться По этому вопросу Перерыв У нас Уходим на рекламу Полторы минуты Особое мнение На 101FM Продолжается программа Особое мнение Сегодня его высказывает Первый секретарь Кировского обкома КПРФ Депутат областного ЗАГС Собрания Сергей Мамаев Сергей Павленович Вы вот сейчас Шульгина Илья Вячеславовича Ругали Несмотря на то Что строители Называют его Эффективным управленцем Это их право А вот давайте По поводу работы Правительства поговорим Кстати Это какая оценка Мы еще должны с вами поговорить Знаете, Мария, о чем? О том, так сказать О той воне Которая в городе У меня тысячи писем И я хотел пояснить Ситуацию Это самое В которой разбираюсь Ездил на БХЗ Ездил это самое В село Русское Посмотрел Что там творится Ну давайте Давайте, да Все-таки Я тут пока Задаю вопросы Смотрите Вы бы какую оценку Городской власти За работу поставили? Неудовлетворительно Есть две оценки Так сказать В управлении Это удовлетворительно И неудовлетворительно Неудовлетворительно Полный швак Никакой, так сказать Сегодня Вертикали Я не вижу Смена кадров Она не решает Проблемы Она их усугубляет А кадры Как это самое Как перчатки Как семечки Меняются Месяц поработал Один приезжий А вот в чем проблема Почему уходят люди от нас? Да потому что надо сегодня Если бы он нормальный менеджер Был Не боялся Так сказать Он на местные кадры Упор сделал Как это сделано Допустим Даже в правительстве Кировской области Часть местных кадров То есть на ваш взгляд Решение вопроса Безусловно И кадры решают все Это очень крылатое урожение Иосифа Виссарионовича Сталина Даже при тех сегодня Так сказать Трудных условиях В которых находится Общественность И страна в целом Мы можем решать вопросы За счет кадрового потенциала Кадры надо готовить и учить А не просто взять Вот сейчас Так сказать Молодого человека И посадить И сказать Управляй городом Не сможет он управлять городом Если он не знает Так сказать Ни инфраструктуру Не знает Так сказать Сам город Ему надо его изучать Ну а почему тогда На ваш взгляд Приезжают к нам Продолжают приезжать Казанские управленцы Например Политика сегодня Президента С моей точки зрения Пагубно влияет На развитие страны Вот Если ты направил сюда Губернатора Хорошо Губернатор Он формирует команду По деловым качествам Привез Одного-двух человек Но я не могу сегодня Это самое Не сказать положительно Допустим В адрес Плитко Андрея Геннадьевича Он со всеми Так сказать Находит Определенные возможности Для общения Решат проблемы Ставит задачи Вот как раз Хотела вас об этом И спросить Губернатор На прошлом заседании ОЗС поставил себе И правительству Четверку за работу А вы бы сколько поставили А я бы им поставил Оценку сегодня Пока удовлетворительно Да Вернее Да Но четверку Не могу ставить Очень много сегодня Вопросов Которые надо решать Особенно касающихся Муниципалитетов Районы умирают Развития практически Как такого нет Ну нужно сегодня Оперативно Работать Минэкономразвитие Ну что ж ты Сделай госплан Спланируй Вопросы И бюджет планируй Мы же ее планируем На три года Но мы ее фиктивно Планируем Потому что стратегии То нет Ее нет просто Как таковой Вот И тем не менее Закон то это самое Вступил в силу Что ж ты не можешь Это самое планово Дать команду К Минэкономразвитие Нет но стратегии Разрабатывается Минтин есть Это Она долго Разрабатывается Она сегодня Должна Идти Так сказать Работа должна Плотно идти С муниципалитетами Плотно идти С общественниками С депутатами Как говорится Выезжать на места Встречаться с людьми Это самое Смотреть проблемы Как остановить Миграцию населения Как сегодня Прекратить уничтожение Деревень Как сегодня Так сказать Сделать так Чтоб люди Ехали А не бежали С Кировской области Понимаете А для этого Надо что делать Создавать рабочие места Надо сегодня Делать программу Новую экономическую Политику внедрять Надо сегодня Посмотреть Такие сферы Жизнедеятельности Почему уходят Деньги с территории Кировской области Почему федеральные Сети сюда запустили А что ж вы Свои то Так сказать Сети хороните Те же Ту же потреб Кооперацию Сейчас вот Законопроектом Вышел Я больше чем уверен Начну так сказать Это самое Лоббировать В обратном порядке Не говорить о том Что нам такой закон Не нужен Но я им устрою Насколько у меня хватит Силы и энергии Потому что Это направление Даст определенный Толчок Для жизни Не обеспечения Населения Сельских территорий А у нас сейчас Тысячами пачками Деревни списывается А Россия Это сильна Мария Деревней Всегда Тысячелетнюю историю Посмотрите Всегда была Страна Сильна Деревней И теми Рекрутами В лихолетии Они в основном Шли Так сказать За свою родную Землю Они и обрабатывали Она и кормила Здесь мы можем Долго говорить О поддержке Сельского хозяйства Которое недостаточно А сельское хозяйство Сегодня министр Надо в отставку Немедленно Немедленно Вы о каком министре Сейчас Котлечкове Господине Я вам говорю Мария Немедленно Программы Это самое Надо пересматривать Что же это самое Концерн Доронич Например Полтора миллиарда В прошлом году С бюджета Поимел А какая отдача С этого Сказать Концерна Ты давайте Развивайте Сельское хозяйство На всей территории Кировской области А территория у нас Мария Будет вам известно 124 тысячи Квадратных километров Сергей Павлинович У нас времени мало Поэтому мы К другому вопросу Нам еще написали Наши слушатели Не могу просто Не прочитать Они спрашивают вас О том Что делать С беспределом Газпрома Жители дома Московская 201 Три недели У нас отключили Уже газ Требуется ремонт За 150 тысяч Рублей Газовые плиты Не работают Мы не можем Готовить еду В доме много Престарелых В чем Это еще раз Подчеркивает Неумелость власти Отработать Ту или иную Проблему Умелость власти Мы уже услышали Какие есть варианты Решения проблемы Я этому совету Сегодня с губернатором Переговорил Запрос ему отнес Он обещал В течение трех часов Решить и решить Я уверен Он решит эту проблему То есть на ваш взгляд В ближайшие дни Надо сегодня Этому же Эффективному В кавычках Менеджеру Собрать К примеру Чрезвычайную комиссию И принять решение Немедленно подать Газ Так сказать Квартиры жильцов Это возможно Что же вы Три недели Издеваетесь Господин Шульгин Над жителями Это неумение Работать сегодня Вот начинает Там бодаться Пусть бодается Эта управляйка Которых надо У нас 80 управляек А в Москве Одна управляющая Компания Муниципальная И нет таких проблем А тут строители Видите ли Это самое Год держали А потом поняли Что там Надо денежки будет Дополнительно платить Взяли и бросили Расторгнули Это самое Договор По газификации Этого дома И сейчас Новая управляющая Компания Выставляет счета Газовики Я с ними Собирался позавчера Был Камека Лично Это самое Приглашали Приходили Жители Он встретился с ним Объяснял ему Это не ваша проблема Вы сегодня Сделали проблему По жизнеобеспечению Это уголовно наказуемо Сегодня должны решить этот вопрос Я правильно услышала Что можно Сначала подключить газ Потом решать Всем проблем А потом пусть разбирается власть Власти нет в городе Еще раз хочу Мария подчеркнуть Шульгин Это неэффективный менеджер И глава администрации Не может решить вопрос Этот вопрос решается На раз-два Если ты Сегодня глава администрации Ты ответственен за все Ты ответственен Прежде всего За жизнедеятельность Простых граждан Чего ж ты Три недели Это самое Мучаешь Людей У тебя есть Рычаги управления Он даже не понимает Алиментарных вещей С моей точки зрения Илья Вячеславович Вы сегодня много вопросов задали А вот завтра Прямая линия С Путиным Мы готовим материал Спрашиваем людей На улицах Что бы они Спросили у Путина А вы Сергей Павлинович Что бы спросили Я его спрашивал В 2011 году В прямом диалоге Он отчитывался Задавал ему вопрос Встал Тогда не было вопроса А я встал И задал вопрос И он меня выслушал И так сказать Ответ принял Потом подходил Господин Зубков Посмотрите В интернете это и есть А я бы ему сейчас задал Следующий вопрос Надо немедленно Страну Как говорится Переводить на новую Экономическую политику Делать в стране Надо сегодня делать Индустриализацию новую Надо смотреть Надо науку сегодня Активно привлекать Так сказать К развитию страны Надо сегодня смотреть Потенциал Как говорится Управленческих кадров Надо сегодня многое решать Которое уже годами не решается Не вопроса рекомендаций С вашей стороны Да и рекомендаций А то что вот эти мультики Там где-то бабка Так сказать Не могла С властью решить Тот или иной вопрос Пример приведу Товарища Лукашенко Когда он приехал на ферму И посмотрел Как содержатся коровы Он немедленно снял губернатора И отправил ее Под уголовное дело А скотину эту Так сказать Которая В общем-то Была заморенная Он ее вырезал И сказал Поставил другого губернатора И все сделал Ну что же вы Это еще одно пожелание Ездить по стране И смотреть как живут люди А почему не ездить А почему не встречаться С простыми людьми Он же Я бы на его месте Сегодня Это сказать Взял И изучил опыт Тех руководителей Которые подняли страну Которые сделали Нормальную жизнь В стране Они не растили нищету И бесправие Значит Владимира Владимировича Нужно пригласить К нам в гости Он был уже у нас здесь Но если бы он встретился С широкой общественностью Пригласил бы Так сказать Депутатов Пригласил Простых людей И те бы Не только свои чаяния Высказали А высказали Чаянии проблемы Жизни Обустройства На территории Кировского региона Вот Чем Понятно Этим занимаются Губернатор И его правительство Но мы еще Я уже все вам сказал Что бы я сделал И это сделал Оперативно И немедленно А вы говорите И по бюджету Да Хороший пирог Там так сказать Бюджет Его делят Порой воруют В большинстве своем Так вы Дополнительные резервы Я вот вам уже сказал Если взять Город У нас Имущество сегодня Бесплатно роздано А сколько Бесхозного Брошено И которое не эксплуатируется Которое продается Потом так сказать Люди перепродают Но оно стоит И брошено А почему Никто сегодня За территорию Закон Который 137 Приняли Никто не отвечает Где город Почему он не ходит Особое мнение По этим Сказать Коммерческим структурам Не требуют Чтобы они Свою территорию Привели в порядок В общем вопросов Очень много Мы будем надеяться Что и власти Депутаты Вместе Будут эти вопросы решать А наша программа Заканчивается Спасибо большое Вам Сергей Павлинович А всех Кто нас слушал Вам тоже Огромное спасибо Делайте соответствующие выводы И приходите к нам На митинги Следующий митинг Будет 4 июля Он согласован Согласован До свидания Да Всего самого доброго И хорошего дня Спасибо Особое мнение На 101FM